25 июля отмечается профессиональный праздник сотрудников органов следствия Российской Федерации. Дата выбрана не случайно. Более 300 лет назад, 25 июля 1713 года, издан именной указ императора Петра I о создании Следственной канцелярии гвардии майора Волконского. Нормативную основу функционирования новых органов следствия образовал наказ майорским следственным канцеляриям от 9 декабря 1717 года, в соответствии с которым созданы еще шесть таких канцелярий, подчиненных непосредственно Петру I и наделенных полномочиями по проведению предварительного следствия по наиболее сложным и опасным коррупционным деяниям, так как взяточничество, казнократство, служебные подлоги и мошенничество. На протяжении трех столетий отечественные органы предварительного расследования неоднократно меняли свою структуру, название, подчиненность, порядок осуществления своей деятельности. 7 сентября 2007 года с целью разделения функций расследования и надзора создан Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации. С 2011 года Следственный комитет действует как полностью самостоятельный независимый орган. Как и при Петре I, ведомство не входит в структуру ни одного из органов государственной власти. Руководство его деятельностью осуществляет глава государства, благодаря чему сотрудники могут оставаться объективными и беспристрастными. Несмотря на относительную молодость, деятельность и дальнейшее развитие вновь созданного Следственного ведомства строятся на принципах уважения и преемственности глубоких исторических традиций российского следствия, которые в новых условиях работы последовательно развиваются. Продолжение следует... Продолжение следует...